Серьезно? Наливают ей вина заморские, заедает она пряником печатным. Александр Сергеевич Пушкин, как и многие другие, всегда упоминал пряник как изысканное лакомство. И не случайно история этого изделия очень богатая и интересная. О ней сегодня поговорим с нашей гостьей. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как так случилось, что вы стали прянишницей? Я всегда любила сладости, я всегда любила экспериментировать. И любой новый рецепт я старалась проверить самостоятельно у себя дома. И вообще любую, наверное, сладость, которую я видела, мне хотелось повторить самой. Посмотреть, как это будет в домашнем варианте, а не в магазинном. И поэтому, собственно, один из моих экспериментов оказался пряничный домик. Наверное, в 2017 году, когда моя старшая дочка была еще маленькая, мы с ней на Новый год сделали такой замечательный домик. Конечно, он был совсем-совсем домашним, совсем таким... Обыкновенным, уютным тем, который был первым. То есть это был самый первый пряничный домик. Получается, что просто человек из любой профессии может прийти в пряничный мир и создавать вот такую прекрасную красоту. Конечно, главное желание. Я думаю, что любовь к сладкому тоже обязательно нужна, потому что изделие нужно обязательно делать с любовью. Ну и чуть-чуть или уметь, или хотеть рисовать. То есть здесь все-таки какие-то навыки нужны? Творчество, художественные кисти? Минимальные, да. Минимальные, скорее всего, нужны. И, конечно же, это терпение, аккуратность, потому что, например, пряничные домики требуют очень много усидчивости. Это очень схоже с мандалами, с арт-терапией, с вот такими вещами. Усидчивость, желание и, конечно, любовь. То есть это получается такая раскраска, которую можно раскрасить, порелаксировать, а потом еще и съесть? Да. И самые, наверное, ценители этого вида деятельности – это, конечно же, дети. Дети с большим удовольствием раскрашивают, поедают пряники. Они накладывают вот такой слой глазури, который в несколько раз превышает толщину самого пряника. И иногда даже не видно сам пряник под этим слоем глазури. Невозможно определить, что за форма была у пряника. Но дети при этом совершенно счастливы, когда они видят свое произведение искусства. И в отличие от взрослых, им не жалко его есть. Шесть лет назад начался твой путь в пряничном мире. Вот после того, как вы создали первый пряничный домик с дочерью, попробовали, какие ощущения пришли? Мне было очень интересно. Это было очень атмосферно. И всегда совместная деятельность, совместное творчество с ребенком, оно, конечно, всегда приносит радость и удовольствие. Потом, к сожалению, я прервала свой пряничный путь. На некоторое время у меня появился второй ребенок. И как обычно бывает у женщин в декрете, я как раз нашла время и возобновила свой пряничный путь. Скажи, младший ребенок тоже любитель сладкого? Он не настолько любит сладкое, как, например, я и старшая дочь. Но пряники – это его любовь. Он их ест, наверное, с момента, когда ему исполнился годик. Он постоянно таскает их с противень еще горячими. Я не знаю, если честно, когда он наестся. Потому что пряники я делаю достаточно часто. И вот этого момента, чтобы мои дети отказались от пряника, от свежеиспеченного ароматного пряника, еще такого не было. Конечно, никто не откажется от свежеиспеченного пряника. Расскажи, есть ли у тебя какой-то индивидуальный рецепт? Такой, который с секретным элементом, с какими-то технологиями, которые только ты знаешь? Своего рецепта у меня пока нет. Я думаю, что для этого нужно чуть больше углубиться в технологию продуктов, технологию производства. Я нашла для себя, подобрала для себя рецепт одной известной мастера по росписи пряникам. Она проводит курсы по росписи пряникам. Я у нее училась и подобрала для себя вот этот именно ее рецепт. А вообще сейчас огромное количество рецептов пряников и видов пряников. Поэтому, если есть желание заниматься этим или попробовать, я советую попробовать несколько рецептов, чтобы выбрать для себя самый любимый. Я знаю, что история пряника идет из древнего Египта, еще от каких-то медовых лепешек. И мед использовали как консервант. И потом, в процессе своего становления, именно эта ковришка стала вообще ритуальной. И печатный пряник пекли на именины и специально на ночь ставили за образ своего ангел-хранителя. И считалось, что ангел-хранитель должен угоститься и на весь следующий год благословить вот этого человечка, чьим ангелом он является. И молда вот под этот печатный пряник делали мастера. То есть были не только пряничники, а еще пряничники-столяры и люди, которые работают с деревом, которые выбивали это все. И получался пряник именно печатный. А еще я знаю, что люди, которые изготавливали раньше пряничники, они не использовали гири, а использовали специальные для отвеса элементов пряника. Они использовали какие-то непонятные штуковины, гаечки, болтики, железки. И постоянно их прятали, чтобы никто не мог взять их индивидуальный рецепт. Вот сейчас, скажи, ты чувствуешь конкуренцию какую-то? Конкуренция навсегда есть. И я думаю, что это хорошо. Потому что конкуренция позволяет тебе, во-первых, сравнить свои силы, посмотреть, помериться с силами, посмотреть на конкурентов, что у них есть. И конкуренция в любом случае позволяет расти. Когда ты видишь кого-то сильнее себя рядом, тебе хочется тоже стать сильнее. Поэтому я за здоровую конкуренцию. Мне нравится, что вокруг люди занимаются пряниками. Есть даже женщина у нас в городе, которая ко мне обращалась за консультацией, которая хотела начать. Она, я думаю, что предпенсионного возраста, и она хотела заняться. Никогда не поздно начать что-то новое. Я с удовольствием раскрывала ей какие-то небольшие секреты, какие-то лайфхаки для того, чтобы ей стало чуть легче, чем мне было в начале пути. Это отлично, ты такой наставник йода, куратор. Это очень здорово, что ты готова в открытую делиться своими рецептами. Скажи, есть ли у твоих пряников сильные стороны? Вот прям сильная сторона, как ты считаешь, в чем? Пряники, по моему любимому рецепту, это очень мягкие пряники. Они даже немного неудобные в транспортировке, немного неудобные для меня, как для мастера в работе. Но они очень мягкие, и они остаются мягкими и ароматными на долгое время. Я проводила эксперимент. Три месяца вылежал, выдержали мой пряник. Как же вы его не съели? Я его спрятала. Спрятать пряник, чтобы провести эксперимент. Мне было интересно, сколько пряник будет храниться. Я делаю медовые пряники, мед, как ты уже сказала, это консервант. И благодаря меду пряники остаются мягкими. Через три месяца пряник был такой же по вкусу, по консистенции и по аромату, как свежий с печеной. Поэтому мне нравится мягкость пряника. Когда покупаешь пряник в магазине, они очень часто бывают, ну, пока они доедут домой. Они очень плотные в любом случае, чтобы можно было транспортировать. Скажи, а вот домик это все-таки моделирование. Как ни крути, это съедобное моделирование. И вот кондитеры, лично для меня, они делятся всегда на две категории, к сожалению. Очень редко происходит так, что кондитер совмещает две функции. Одни кондитеры делают очень красивые, интересные фигурки, позиции сладкие. А другие кондитеры используют раф-ингредиенты, что-то такое эко-вкусное. И, соответственно, это получается не так красиво и презентабельно, как те, которые делают ставку на внешний вид. Вот как у тебя получается совмещать мягкий пряник и вот такую прекрасную концепцию, которая кажется железобетонной, спокойной, абсолютно стабильной? Ну, к этому приходишь с опытом. Ну и здесь домик, который я сегодня принесла вам, он выполнен из другого вида теста. Это второй у меня в ранге. Второй вид теста, он без использования меда. Он на жженом сахаре. На карамельке. Да, это карамельные пряники. Они чуть более плотные снаружи, но внутри они такие же мягкие. И они очень-очень ароматные. Здесь не только мед. Причем мед я тоже чувствую. Наверное, вот от того пряничка. Мед от второго, да. Мы можем показать. Давай разломим его. Вот это пряники, которые по моему любимому рецепту. Ой, он как бисквитик. А это пряник как раз по второму рецепту. Карамельный пряник. Он без использования меда и он чуть плотнее снаружи. Поэтому из него, конечно, домики делать гораздо удобнее. То есть это такой строительный пряник. Да. Но он пахнет. Он все равно очень хорошо пахнет. Он же пряник. Он должен быть пряный. Он плотнее. Да. Он плотнее. Он темнее, потому что это жженый сахар. И он немножечко хрустит. Пряник, покрытый глазурью, он, конечно же, впитывает влагу из глазури. И даже вот такой строительный, как ты его называла, пряник, он становится мягкий, пушистый, вкусный и приятный. Я знаю, что есть айсинг. Это такая белковая глазурь. То есть это взбитый белок и сахарная пудра. Лимонный сок иногда добавляют. А есть еще просто лимонный сок и глазурь. Вот ее когда используют? Ну, это, скорее всего, для традиционного пряника в нашем понимании. Не расписанного с картинкой, с каким-то персонажем. А как на манер тульского пряника. Когда нужно выделить какие-то детали. То есть она менее плотная, она просто дает вот именно выделение каких-то деталей. Я, конечно, пользуюсь белковой глазурью. И как сделать ее стабильной? Я очень много раз делала белковую глазурь. И после того, как я ее нанесла, высушила, подхожу, она делает... И все. И там разлом. Там марианская впадина. Как сделать ее стабильной, чтобы она не ломалась? Взбивать. Взбивать подольше. Больше взбивать. Чтобы она была плотная. Да. И чем больше мы взбиваем глазурь, тем более плотнее она насыщается кислородом, становится плотнее. И, соответственно, какие-то декоративные элементы, как на домике, какие-то рельефные элементы, выполняют как раз такой хорошо взбитой, густой глазурью. Для заливки пряника, для фона, используется менее густая глазурь, которая так и называется заливочная. Расскажи, как в новогодние праздники можно сделать досуг с ребенком именно в пряничной атмосфере? Что для этого нужно? Я вот знаю, что везде продаются формочки разные. Как мы делаем тесто? Сливочное масло, пряности какие? Я использую корицу, конечно же, имбирь. Иногда добавляем мускатный орех. Я не увлекаюсь пряностями в изготовлении своих пряников, потому что основная аудитория, конечно же, это дети. Дети не очень любят сильно пряные изделия. Если я знаю, что я готовлю для взрослых людей, конечно же, я добавляю чуть больше пряностей. К этому набору мы добавляем яйца, муку просеянную и разрыхлитель. Есть несколько технологий приготовления. Есть заварные пряники, есть сырцовые пряники. Сырцовые это без использования тепловой обработки во время замешивания теста. Потому что заварные пряники, тесто заваривается с использованием... Это как разжженный сахар, и туда мы уже добавляем муку, масло, и потом уже снимаем с огня и вбиваем яйца. Да. Интересно. А имбирь? Я про имбирь ничего не услышала. Имбирь нужен? Конечно же. Они же имбирные, это называется. Конечно же. Я люблю в зимнее, в холодное время года добавлять чуть больше специй, чтобы они согревали. В летнее время я чуть меньше специй добавляю. А это уже дело вкуса, как вы будете делать. С детьми, конечно же, я думаю, что замешивать тесто нужно вместе, потому что дети любят, в отличие от взрослых, перепачкаться мукой, помешать или миксером, или венчиком, помешать тесто, залезть руками в это тесто, прилипнуть по уши. Что делать, чтобы не прилипнуть? Маслом растительным мазать? Нет, сначала нужно прилипнуть. Тесто с медом, оно липкое. И сначала в любом случае придется прилипнуть. Но это очень вкусно, это очень ароматно, и это очень здорово. Поэтому я всем советую в новогодние, если до новогодних праздников вы не успеете, то в новогодние каникулы обязательно с детьми испечь пряники. Потому что и процесс замешивания теста, он очень ароматный, он очень сближает. И процесс раскатки теста, и выбор форм для пряников, фигурок, вырезания. Это тоже очень интересно. Ну и, конечно же, роспись пряников – это особое удовольствие. Расскажи, какой у тебя был самый неожиданный заказ по пряникам? У меня есть одна заказчица, которая всегда удивляет меня. Я ее очень люблю. И когда она пишет мне в очередной раз, каждый раз, посмотрев ее идею, я думаю, нет, такое я точно не смогу. Но потом я собираюсь с мыслями и принимаю этот вызов. И получается всегда очень интересно. У нее очень интересные идеи, и это всегда очень индивидуально. Потому что как раз такие подарки из пряника обычно, они очень индивидуальные, очень личные. Там даже цвет играет значение. Но, тем не менее, самый интересный и необычный заказ у меня был герб семейный из пряника. Семейный герб? Да, причем прописано было настоящее ТЗ, у меня был эскиз, у меня были четко прописаны цвета. И это было очень интересно. Я не понимала искренне, что я делаю, что все это значит. Это пряничная геральдика какая-то уже. Но я так подозреваю, что для того, кому предназначался этот пряник, каждый элемент на эскизе обозначал что-то определенное. Поэтому я очень старалась. Это было очень интересно. Неожиданно. А какой был самый большой пряник? Вот, он, наверное, был самый большой. Да, он был размером как альбомный лист. Неожиданно. А пряники для тортиков ты делаешь? Да, конечно. С этого, я думаю, началось мое такое становление как пряничница. Когда дочке исполнилось 7 лет, я заказывала пряники, потому что я понимала уровень своих пряников и уровень профессионалов. Я заказывала пряники в виде популярных тогда куколок. И когда я посмотрела на пряник, он мне очень понравился. И я решила, что я обязательно научусь делать такие же красивые пряники. Ну, я думаю, что у меня получилось. Отлично. У тебя все очень прекрасно получилось. Скажи, как ты делаешь вот эти мелкие детали, к примеру, как венок на дверце этого домика, объемные именно? То есть это несколько заливок или ты сначала делаешь детали, а потом склеиваешь их? Венок, на самом деле, это самая простая часть в этом домике. Венок и вот этот сверху элемент. Это просто колечко из глазури, посыпанное очень красивой посыпкой. Вот и все. А выглядит-то как выглядит? Да, это самое простое. Самое сложное, мне кажется, в этом всем, это вот эти вот сосульки. А как их делать? Их нужно аккуратненько подвесить и поймать момент, когда ее закончить, чтобы она осталась вот в таком состоянии, глазурь, потому что глазурь, она же жидкая, она как густая сметана. И поймать состояние вот в таком, чтобы она осталась в моменте, чтобы она висела и радовала, и была очень реалистична, по-моему. Юля, это все просто очаровательно. Я не хочу больше тянуть, хочу перейти к раскраске пряников. Да, с удовольствием. Говорят, что лучше один раз попробовать, чем много раз услышать. Вот сейчас и будем пробовать расписывать пряники, а потом их есть, надеюсь. Я сегодня принесла для тебя, ну, во-первых, я хочу тебе подарить вот такого вот замечательного символ вашей программы. Спасибо. Ламинго. Сейчас будем делать ему новогодний колпачок. Да, но сначала, наверное, займемся, как все пряничницы, сначала займемся заливкой пряника. Пусть он здесь с нами полежит. Так, я предпочитаю делать пряники вот на таком ковнике силиконовом, который оставляет ровный край. Если на обычном пергаменте, то здесь, возможно, когда скапливаются пузырьки воздуха между пергаментом, например, и тестом, то в духовке образуются такие ямы. Вот. И расписывать пряник неудобно. В общем, лучше брать силиконовый коврик. Он красивый получается. Да, если мы расписываем эту сторону, то она должна быть ровная, плоская. Посмотрите, у нас два вида пряника. Соответственно, этот более такой пухлый, надутый. А этот более плоский. Если у вас получились вот такие пряники, то вы можете расписывать вот эту сторону. Пряник медовый вкусный, пряник строительный на жженом сахаре. Если у вас пряники пухленькие, то, скорее всего, лучше будет расписывать с изнаночной стороны вот здесь. Тогда я расписываю с изнаночной стороны. Да. Я тоже с тобой. Мой пряник пухленький. Соответственно, какая хозяйка такой пряник? Итак, я приготовила несколько цветов, несколько видов глазури. У нас с тобой есть заливочная глазурь. Это негустая глазурь, которая будет хорошо расплываться на прянике. Есть контурная глазурь, которая в консистенции, как густая сметана, ей нужно сделать сначала контур. Итак, мешочек мы берем в руку, зажимаем большим пальчиком мешочек, чтобы глазурь не убегала в край. Остальными пальцами обнимаем мешочек. И вот этими пальцами мы будем регулировать нажатие, силу нажатия. Это вариант для новичков и для деток, потому что им наиболее, наверное, удобный вариант. Если мы уже профи, то мы можем немного по-другому взять наш мешочек. Взять его как ручку, чуть поближе и регулировать нажатие вот этими двумя пальцами. А здесь также зажать мешок большим пальцем. Итак, мы приступаем к нанесению контура на пряник. Для чего нужен контур? Контур нужен для того, чтобы глазурь заливочная не убежала с пряника. Очень часто при начале работы с пряниками глазурь убегает с пряника. Растекается полностью. И получается такое привидение в глазуре. Да. Очень вкусное привидение влужится из глазури. Это точно. Хорошо. Ну что, моя очередь. Я беру как начинашка. Еще раз показываю. Берем конвертик, зажимаем большим пальцем. И остальными пальчиками регулируем. Я не скажу, что это будет ровно. Юля, не вздыхай, не смотри. Чуть больше усидчивости и все получится. Это не про меня. Это же для детей способ. Немножко подправлю. Можно вот так. Ну, в общем, вы поняли, это вкусно. Итак, далее мы переходим к нашей заливочной глазури. Она, посмотрите, консистенция, она помягче, пожиже. Вот. Я предпочитаю... Берем мешочек точно так же. Я предпочитаю заливать пряник с краев. К центру. А я обычно делаю вот так. Беру пряник, так как... И глазурь. Да, это один из возможных вариантов. Потом он так стекает, и вот так... И готов. Но он, правда, не сохнет. Поэтому мой способ, не берите на заметку. Давайте учиться все-таки у профессионалов своего дела. И когда я ввела вот такой заливочной глазурью контур пряника, то тогда уже можно приступить к заливке уже основного. Какая должна быть толщина? Ой, смотря как ты сильно любишь глазурь. Очень сильно. Мы не будем делать слишком толстый слой глазури, потому что мы сейчас будем наносить еще глазурь других цветов. Посмотрите, я разравниваю бугорки глазурью, вот так носиком аккуратно проходясь по пряничку. Так, по пряничку. Ну что, один красивый пряник вы уже видели, дальше могу я. Надо больше глазури? Да, подходи ближе к контуру, потому что, видишь, у тебя заливка с контуром. Не встретились. Заливка с контуром должна встретиться. Для этого мы контур и делали. Да, и носиком можно разравнять то, что получилось неровно. Тогда мне нужен большой носик. Будем много ровнять. Получается, что от ровности контура зависит, в принципе, внешний вид дальнейшего пряника, потому что за контур мы не выходим, и глазурь, которую мы нанесли менее минуты назад, она уже застыла, и сразу видна разница консистенции. Да, конечно. Больше-больше глазури. Можно разравнять носиком мешочка те неровности, которые получились, и добавить туда, где не хватает глазури. Еще есть такой вариант взять пряничек и вот так его чуть-чуть потрясти, тогда глазурь разравняется. Сейчас покажу вам способ дизайна пряников, наверное, для самых маленьких. Мы все, девочки, помним, как мы на ногтях рисовали, знаешь, такой прием мокрым по мокрому. Когда рисуют несколько капелек другого цвета на мокром лаке. Потом палочкой. Да, и потом палочкой, в нашем случае зубочисткой, мы будем делать узор. Я взяла цвета сиреневый и розовый по цвету твоей студии. И так, в произвольном порядке абсолютно я сделаю небольшой круг. Тут не обязательно соблюдать сильную точность. Надо было с этого начинать. Юля, здесь не нужна точность. Здесь можно сделать все, что угодно. Ты мне сразу несколько полосочек. Как уже вкусно пахнет. Как это вообще можно делать? Предлагаю тебе тоже подключаться. Между ними можно сделать розовые полосочки. Главное успеть, пока глазурь не схватилась. И теперь с помощью зубочистки мы делаем магию. В конце можно добавить тоже несколько элементов. Приступаем к магии. Точки линии всегда добавляют интерес к прянику, к дизайну. Пряничный дизайн это не так-то просто. Но мокрым по мокрому интересный способ и действительно очень простой. Да, раньше мы так украшали ногти. Ну что, покажем, что получилось? Да. Этот способ мы попробовали. У нас прянички еще не подстыли, поэтому аккуратненько их покажем. Такая красота у нас получилась. Вспомним, да, что Юля профессионал, а я просто Саша. У тебя тоже очень красиво. Мы попробовали мокрым по мокрому нарисовать на глазуре. Очень вкусный запах и у нас все получилось. Итак, на подготовленной прянике контурной глазурью мы наносим узор, который вам нравится. И я подготовила сегодня посыпку. Это рисовые шарики, это взорванный рис. Он похож на сухие завтраки. То есть внутри он очень мягкий и хрустящий. Сахарная посыпка, она очень красивая, она очень распространенная. Но я больше рекомендую взорванный рис посыпку, потому что она очень мягкая, она кусабельная, как это называется. Итак, мы наносим орнамент. Здесь мы можем надувать шарик вот такой из глазури. Так, чтобы провести ровную линию, нам нужно оторвать немножечко мешочек от поверхности пряника и протянуть линию. Если мы будем вести по прянику, ровной линии никогда не получится. А что еще? Ну, точечки добавим. Ну, а ты, Саша, можешь как раз нарядить елку. Наряжаем елку. И добавляем нашу посыпку. Руки трясутся. Страшно, страшно что-то покалечить, потому что такая красота. И будем делать серпантин. Немного приподнимаю мешочек с глазурью и действительно получается ровная линия. Линия. Насколько это возможно. Очень хорошо. И теперь, чтобы закрепить у меня вот эти бусинки, нужно сделать небольшие... Да, побольше точечку сделать, чтобы глазурью было к чему прицепиться. Делаем белые шарики. Все очень просто, когда глазурь сбалансированная, все получается прекрасно даже у новичков. Да, от нужной консистенции глазури зависит очень много. Ты права. Вот здесь еще маленький шарик. Наряжаем елку для нашей студии. Мини. Пока получилось вот так. Сейчас будем продолжать наряжать елку. Берем щипчиками. Хлоп. Это на координацию движений, на мелкую моторику. Да, с детьми как раз это на мелкую моторику. Отличное упражнение. Открыть, закрыть. Ничего не спутать. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо его туда прилепить. Снежинки рисовать отдельное удовольствие, потому что снежинки, они же симметричны. И они, каждая снежинка, они похожи на другую. Ой. Калейдоскоп пряничных снежинок. Я почти. До следующего года успею. Все. Сделала. Нарядные объемные прянички сегодня у нас получились в новогодней тематике. Теперь у нашей студии будет елка и снежинка, не тающая. И еще один вариант росписи, который отлично подходит для деток. Я приготовила снежинки побольше. О, снежинки побольше. Чтобы было где разбежаться. Отлично. Собирай мою елочку. Целая коллекция пряников. Следующий вариант. Обязательно надо понюхать. Да. Это снежинка большая. Здесь я предлагаю работать заливочной глазурью. Ну, может быть, сделать ее чуть-чуть погуще. Потому что у нас будет один эффект в дальнейшем. Итак, мы наносим контур. Можно прям по рисунку снежинки сделать вот такие капельки. Угу. Жидкая глазурь абсолютно по-другому. Не контурная. Этой работать интересно. Она мягкая, но в то же время ее нужно контролировать, потому что она заливочная. Принимаю глазурь из легкой руки мастера. Заливочная глазурь – это мягкая глазурь. Работать ей с одной стороны удобно, но с другой стороны ее нужно контролировать. Потому что она все-таки мягкая. Очень. Что-то пытаюсь. Вот видите, секунда промедления, и все, она уже течет. Так, и здесь нужно, да, сделать такую штучку. Угу. Так, теперь мы наши снежинки сделаем пушистыми. Кто хоть раз держал снежинку на варежке, знает, что она очень пушистая, приятная. А делается это с помощью обычного сахара. Мы на незастывшую глазурь посыпаем. Детям очень нравится этот процесс. Сахар можно заменить кокосовой стружкой мелкой. Но дети не все любят кокосовую стружку, поэтому я со своими дома делаю с сахаром. Делаем нашу снежинку мохнатой. Главное все быстро сделать, чтобы у нас глазурь не зачерствела. Да, поэтому мы взяли глазурь более жидкую. Ах, вот для чего мы ее взяли. Я думала, усложнить мне задачу. Нет. Все, у меня будет очень лохматая снежинка. Переходим к самому интересному. Да. А беленький пушок будем делать здесь? Конечно, с блестками. Значит, шапку делаем в эту сторону. Большой будет у нас. Да? Угу. И обязательно нужно разровнять носиком, потому что это глазурь более плотная. Ну, это же шапка, она у нас будет пушистая. Как-то так. Угу. Так, теперь мне нужно вот этим. Вот этим. Да, вот этим. Вот этим. Сделать пушистую каемочку. Угу. Здесь как раз можно не разравнивать, чтобы придать рельеф. Теперь, куда мы, девочки, без блесток? Да, нужны блестки. Итак, у нас есть пищевые блестки. Угу. Я предлагаю тебе кончиком. Да, чуть-чуть и насыпаешь. Ну все, теперь символ нашей программы есть на прянике. Наши пряники готовы, и теперь мы полностью готовы к новогодним праздникам и самым душевным чаепитием. А символ нашей программы красуется на этом имбирном прянике. И все это благодаря нашей гости. Спасибо тебе, Юлия. Мы узнали очень много о том, как разрисовывать пряники вместе с детьми и сделать досуг самым уютным, вкусным и ароматным. Спасибо за приглашение. Серьезно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова